Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Строительство из камня это пазлы, это определенный рисунок, это то, что камни подбирают и как они ведут вас за собою. Не вы ведете, а камни ведут вас, потому что они ложатся природой уже в свою ячейку, в свое место. Это как пазлы, которые не вставите в любую другую свою ячейку. И вот среди миллионов, среди тысяч камней, каждый камень выбирает свое место. Тогда это будет хорошая, добросовестная, качественная работа. Вот о чем пойдет речь. Урок, как необходимо ставить камень на свое место. Для того, чтобы поставить камень, должна быть платформа под камень. То есть обязательно платформа, какова она у вас. Вот сюда можно маленький поставить, правильно? Вот сюда можно тоже маленький поставить. Накинули растворчик. Растворчик у нас уже стал на свое место. И теперь берем... Любой камень, как я вот сейчас взял. Многие мастера берут камни, вот он поставил его. И боится его притронуться к нему, боится его забутувать хорошо. Но для того, чтобы камень ваш хорошо стал на свое место, необходимо взять молоток и постучать. Вот, смотрите, как у меня садятся камни. Вот они. Я его придавливаю на свое место. Я его бью уже, он садится, он садится на свое место. Каждая емкость в середине, она заполняется вот этим раствором. И потом снимаю, снимаю этот растворчик, который... И смотрите, у меня шовчик получается, тот, который необходимо мне. Не просто бояться трястись над этим камнем, чтобы он не поплыл, а наоборот делать тот раствор, который необходимо, для того, чтобы камень, камень, сел на свое место. И ударили сразу, и ударили. Прибили его, чтобы он стоял. Видите, он стал, и все. Каждый камень необходимо ударять. Это одно из правил, которые я вам преподносу. Вот у меня мастерок, но он не так сильно сбитый. Сейчас мы посмотрим другой мастерок. Смотрите, вот у меня ручки. На моих старых мастерках они утрамбованы, они сбитые. С вами всегда молоток, с вами всегда мастерок, которым вы можете ударить по камню, и камень ваш садится на свое место. Вот настоящие пазлы, которые нужно собирать. И если ваш пазл не становится в свое место, значит, ваша картина ни за какой счет не получится. Потому что ваш пазл соберется только за счет правильного отношения к камню, правильной работе с камнем. Очень многие мастера забывают о клиньях. Вот здесь, когда вы поставили два камня, один, второй, обязательно вставляете клин. Вот, делайте вот так. Зачем необходимо ставить клинья между камнями? Раствор разжимается между камнями, и все пространство, которое между камнями, оно закрывается. Сам камень зажимается между камнями, и он не может никак двигаться. Правильно расклинить камень, это значит... Вот, смотрите, видите раствор? Между камнем и другим камнем, то есть посредине раствора, я загоняю свой клин, видите? Чтобы мой камушек не прикасался, чтобы мой раствор разжимался на разжатие, для того, чтобы он хорошо стоял внутри. И потом уже можно закидать растворчиком. Заднюю часть тоже расклинивать нужно, и по бокам расклинивать нужно. Итак, после того, когда вы закинули заднюю стороны камня, растворчик между камнями, в раствор вставляете клин. Видите? Клин вставил. И с другой стороны вставили клин. И потом этот камень, он уже никуда не денется, он будет стоять хорошо и долго. Он даже выпасть не сможет, потому что он расклинен. Он стоит на своем месте, он стоит насколько надежно и правильно. И потом же эту сторону просто взяли, закидали раствором. Когда вы научитесь камни расклинивать, к вам не будет никогда никаких притягиваний. Никто у вас не одежнит и не скажет, «Ох, ты неправильно делаешь, потому что в ваших руках правда, и я учу вас, мастера, чтобы вы делали правильно». Итак, вам понятно, как необходимо расклинивать камни, для того, чтобы эти камни стояли на века. И вот я раньше задавал себе вопрос, как у него быстрее получается, чем у меня? Это вот вам ответ. Потому что они не уделяются вот этим мелочам внимания. Они просто закидали раствором, поставили там, закидали там другой камень, сверху придавили. Все, поехали, сойдет, сойдет, никто там смотреть не будет. Конечно, никто не будет смотреть, никто этого и не увидит никогда, но если вы не уделяете расклиниванию камней, естественно, вы где-то будете выигрывать, но вы будете проигрывать в том, что у вас никогда не будет того опыта, у вас не будет никогда тех знаний, и у вас не будет никогда обличать совесть, что самое главное и необходимо для каменщика. Если его обличает совесть, это настоящий каменщик. Это тот каменщик, который будет делать свое дело на 120%. Все, мастера, стройте из камня.